Всем привет, меня зовут Юля, я рада приветствовать вас на своем новом видео распаковка из золотого яблока. Сегодня будет распаковка декоративной косметики и кое-что еще. Не будем долго стягивать, давайте сразу приступать. Первый продукт это масло тинт для губ с кремовой текстурой от Clorans. Вот так вот это средство выглядит. Оттенок 0.1. Тинт приобретала по отзывам других блогеров. Давайте сначала покажу, как он выглядит, распакую. У этого средства невероятный аромат, ненавязчивый, приятный, нежный, дорогой. Честно говоря, я уже успела попользоваться этим средством и оно сейчас находится на моих губах. Что могу сказать про него? У него действительно такая, знаете, маслянистая текстура, но на губах носится очень приятно. То есть вот ты наносишь и сначала, конечно, есть вот это вот неприятное ощущение какой-то липкости, излишней влаги, вот этой маслянистости. Но как только средство немножечко подсыхает, ощущение того, что мы что-то нанесли, пропадает. Из того, что мы имеем, остаются только увлажненные губы. Поэтому этому средству я говорю да, очень приятное, очень хорошее, плюс я брала его, по-моему, по скидке. Так что, если успеваете или в будущем увидите этот тинт по скидке, обязательно берите, не пожалейте 100%, я вам гарантирую. Далее, кремовый скульптор. Давайте вскроем его. На самом деле, я уже его использовала. Сейчас это средство находится на мне. Само по себе средство очень хорошее. Наношу пальчиком на скулу и растушевываю спор. Далее мы получаем очень естественную, приятную тень, которая не дает никакой ржиной, имеет достаточно натуральный оттенок. Но в следующем этапе мы обязательно должны использовать сухую текстуру, чтобы влажный контур никуда не убежал, не стерся и не исчез. Поэтому в следующем этапе мы должны подобрать очень похожий по цвету сухой контуринг. Чем я должна заняться в ближайшее время, поскольку мой нынешний контуринг все-таки немножечко отдает рыжиной. Но конкретно этим средством я довольна, мне нравится, супер, идеально, круто. И я говорю ему да. О, следующий. Это необычный карандаш, такого я еще нигде не видела, не пробовала и вообще не слышала. Называется Lip Marker от Kiko. Конечно же, конечно же, я попробовала и его тоже. И могу сказать, что вся эта история очень сильно похожа на фломастер. И когда я использую этот маркер, мне не покидает ощущение того, что я фломастером подвожу себе губы. Буду с вами откровенна, он пахнет даже как маркер и немножечко отдает спирта. В характеристиках этого средства указано, что маркер достаточно стойкий и с эффектом татуажа. Это средство использовала один раз, пока что еще не могу сказать да или не. Первые впечатления от него неоднозначные. Поэтому просто знайте, что есть такая штука маркер для губ с эффектом татуажа. Далее то, что я давно искала и наконец-то нашла карандаш для губ с таким, знаете, темно-бордово-коричневым оттенком. Это карандаш в оттенке 48. И он потрясающий. Во-первых, начнем с того, что он очень мягко наносится на губы. Не нужно слишком сильно переусердствовать и нажимать достаточно легкого касания, чтобы уже проявился цвет на губах. Этот 48 оттенок вы можете видеть сейчас на моих губах. Я подвела им контур. Мне прям, ну, очень нравится. Со стопроцентной уверенностью могу сказать, что буду заказывать его еще, еще и еще. Очень жалею, что не узнала об этом продукте раньше. Далее у нас на подходе нагладные реснички Катрис. Вы, наверное, могли заметить, что я уже отрубила половину ресниц, поскольку успела наклеить их себе для этого видео. Слушайте, на самом деле я небольшой фанат наращивания ресниц. Иногда, конечно, делаю это. Ты просыпаешься утром, и у тебя уже ресницы приведены в порядок. Не нужно тратить время на макияж для глаз. В принципе, это классно, но это крайне неудобно. Поэтому чаще всего я прибегаю либо к таким накладным ресницам, либо вообще не крашу ресницы туши. Но когда хочется такого более выразительного взгляда, то вот накладные ресницы то, что нужно. Я никогда не наклеиваю полностью всю ленту. Я отрезаю только кончики, краешки, чтобы взгляд был таким более лисьим, в какой-то степени хитрым, загадочным. Интересно. Напишите, кстати, в комментариях, как вам эффект накладных ресничек. Мне очень интересно узнать ваше мнение. А, кстати, реснички шли с клеем. Итак, с декоративной косметикой мы закончили. Переходим дальше. Гель для душа с ароматом пачули Биоталь. Впервые с этим брендом я познакомилась у своего мастера по волосам. У нее я увидела жидкое мыло для рук от этого бренда. Вы знаете, от одного только мыла для рук стоял невероятный аромат в ванной комнате. Я прям влюбилась в эту фирму и решила заказать гель для душа. Аромат, конечно, действительно невероятный. Кто знает и любит запах пачули, аромат, вкус пачули, кто могут представить, как это, в принципе, пахнет. Но у них есть и другие ароматы, поэтому можете посмотреть на золото под яблоки, поискать что-то интересное для себя. Но сама вот эта фирма Биоталь очень хорошая и рекомендую. И плюс, если вы ищете какое-нибудь парфюмированное жидкое мыло для рук, то вы знаете, к какой фирме обращаться. 10 из 10. Следующий продукт. Бальзам для волос с кератином. Профессиональная линейка. Я покупаю такие бальзамы с кератином, потому что у меня на волосах кератин. Который, кстати, уже, скорее всего, смылся. Но благодаря вот таким бальзамам я его кое-как еще пока что поддерживаю. Аромат бомбезный. Пахнет чем-то очень сладеньким, десертным. Только вот не могу понять, чем. Ой, я не знаю. Что это за аромат? Имбирь, цветочная вода, франжепани. Вы такое слышу. Масло, ши и экстракт гинко-билоба. Ну, в общем, приятный аромат. Что уж тут говорить. Успела потестить этот бальзам. В принципе, хорошая штука. Ничего с одного применения не могу сказать. Насколько он хорошо работает, непонятно. Главное, что не делает хуже. А это хорошо еще, плюс и вкусно пахнет. Гель для стирки. Никогда раньше такой не пробовала. Но захотелось попробовать, потому что что? Конечно же, это было по скидке. Какая-то корейская история. Пахнет очень... Пахнет, знаете, как будто сладкая свежесть. Вы когда-нибудь такое слышали? Если хотите послушать, вот этот гель вам в помощь. Очень приятный. Ненавязчивый. Надеюсь, очень надеюсь, что этот же аромат будет оставаться и на одежде после стирки. Подходит, кстати, даже для стирки детских вещей. Нужно протестировать. Потом дам свой честный отзыв на эту штуку. Ну и, конечно же, какой мой заказ из золотого яблока не обходится без тканевых масок. На этот раз я заказала маски от Дарлинг. Да, всеми любимые, всеми известные маски. Ну что уж тут говорить, они просто прикольные, классные. Еще и по скидке. Поэтому здесь комментарии излишни. Первые за всю историю моих заказов мне положили подарок. Я в шоке. Давайте вместе посмотрим, что дарит золотое яблоко. Может быть, вы помните, недавно был скандал, когда на новогодние праздники золотое яблоко в посылке всем клал советские конфеты. Надеюсь, что они реабилитировались и положили что-то интересное. Итак, что я вижу? Ангел. Парфюмированная вода. Что-то на корейском. Фу. Фу, насколько это мирская херня. Мне кажется, этот пробник положили, потому что он просто никому не нравился, им было жалко выкидывать. Таким ароматом можно только пшикать в туалете. А вот это уже интересно. Бодикрем. Августин Бебер. Не знаю, что это за фирма, но интересно, надо будет попробовать. На этом мое видео подошло к концу. Большое спасибо за просмотр. Не забывайте ставить пальцы вверх. Пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Всем спасибо. Всем пока.